Банки готовятся поднять ставки по вкладам вслед за ростом ключевой. Какой ждать доходности? Деньги за пятерки, подарки за уборку, россияне рассказали, как мотивируют своих детей. И школьный бизнес-старт. Что это такое и зачем подросткам уметь торговать? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Банки готовятся поднять проценты по вкладам после повышения ключевой ставки. Многие уже на этой неделе, пишет РБК. Напомним, в минувшую пятницу ЦБ поднял ключевую ставку до 15% с прежних 13%. Традиционно после такого повышения банки тоже поднимают ставки по счетам и по вкладам. Банки готовились к повышению ключевой ставки, но ожидали изменений на 1% пункт. На это указывает и рост ставок по депозитам, и рост стоимости кредитов, которые мы наблюдали в октябре. По данным аналитического центра по форуму финуслуги, средняя доходность депозитов сейчас составляет чуть более 11% годовых. Тем не менее, даже ставки по предкосрочным вкладам теперь более чем на 3,5% пункта ниже уровня новой ключевой ставки. То есть у банков еще есть пространство для повышения ставок, и темпы роста ускорятся в ближайшее время. РБК дает перечень разных банков, с которыми его аналитики поговорили, и их планов по ставкам. Газпромбанк, Сувкомбанк, Росбанк сообщили, что поднимут проценты по срочным вкладам и накопительным счетам, насколько именно не сказали. В Абсолютбанке намерены повысить доходность по вкладам на 1,5% пункта, настолько же в Хоумбанке. МТСбанк обещает 15% годовых, сбережения ВТБ тоже 14,5-15% доходности. В Промсвязьбанке банки «Зенит» и «Русский стандарт» аккуратно сообщили, что будут отталкиваться от рыночной ситуации. А в Сберии и остальных крупных банках на запросы РБК не ответили. Между тем, глава Банка России Эльвира Набюлина на брифинге по ключевой ставке отметила, что период высоких процентных ставок в России будет достаточно долгим. Расчет на то, что люди будут меньше тратить и брать в долг, а больше сберегать, не нести деньги в банк. В Татарстане 11 тысяч школьников прошли обучение предпринимательству. Напомним, в республике второй год реализуется программа «Школьный бизнес-старт». Ребят из разных городов и районов в их школах бесплатно учат основам ведения бизнеса по специально разработанной для них программе. Они проходили тестирование, разрабатывали собственные проекты, бизнес-план к ним, придумывали рекламу, продвижение своего дела. 600 школьников из этих 11 тысяч перешли в следующий тур – бизнес-проектирование. Теперь им предстоит углубленно изучать основы предпринимательства и в теории, и на практике. А в конце второго этапа команда представит свои бизнес-проекты. Затем, накануне Нового года, будут продавать то, что сами создали, на благотворительной ярмарке. Встретятся со своими конкурентами и с покупателями. Программа «Школьный бизнес-старт» проходит благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступают Центр мой бизнес и Министерство экономики Республики Тарстан. По итогам этой программы мы получили много положительных откликов от учителей, от детей и их родителей. Программа действительно насыщенная и интересная. Мы приглашаем различных экспертов, в том числе и действующих предпринимателей. Они на собственном опыте и примерах рассказывают ребятам о своем бизнесе. Дети, которые сейчас обучаются в проекте «Школьный бизнес-старт», могут начать свой бизнес уже сегодня, а возможно намного позже. Но в любом случае у них будут хорошие знания и база, которые обязательно пригодятся в жизни. И даже если сейчас они не станут предпринимателями, они будут финансово грамотными. Они будут понимать, какую огромную роль играет частный бизнес и как строится экономика нашей страны. А если смотреть еще шире, то наша программа – это история о том, как создать опору для любого вида бизнеса и любого предпринимателя. Потому что это повышает качество кадрового резерва нашей республики. Каждый третий родитель обещает купить и покупает своему ребенку-школьнику то, о чем тот мечтает. Чтобы замотивировать сына или дочь на хорошую учебу или помощь по дому. Узнали аналитики «Суперджоб». Причем папы чаще, чем мамы, готовы вкладываться финансово в это дело. С ними проще договориться о денежных премиях за хорошие оценки. Хотя опрос показал, что деньги за пятерки. Теперь это скорее редкость. Только один из десяти родителей так делает. 5% платят детям за четверки и пятерки, а 4% только за пятерки. 28% поощряют своих детей поездками в развлекательные места. 20% подарками. 18% сладостями. Дальше идут финансово незатратные способы мотивации. Каждый девятый родитель разрешает подольше поиграть на телефоне. А 3% вообще никак не поощряют своих детей. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.